Всем привет, вы на канале Техревизор, и я продолжаю новую видео-рубрику с аналитикой акций на Алиэкспресс. По каждой нише я отбираю лучшие товары с самыми частными и большими скидками, чтобы вы не пропустили хорошую цену и знали, на какие модели обратить внимание. В этом видео я собрал порядка 20 моделей роботов-пылесосов, участвующих в распродаже «Чёрная пятница». Для удобства я разбил их на три сегмента. Бюджетные – до 10 тысяч рублей, средний сегмент – до 20 тысяч и премиум – до 35 тысяч рублей. Если вам интересен такой формат подборок, я могу каждую неделю выпускать такие подборки с аналитикой акций в крупных маркетплейсах. Пишите в комментариях и приступим. И я начну с бюджетного сегмента роботов-пылесосов. Я выбрал 7 моделей, на которые действительно хорошие скидки. Цена со скидкой стартует от 5,5 до 10,5 тысяч рублей. Перечень моделей вы видите на экране. Остановите видео, чтобы лучше рассмотреть предлагаемую выгоду и ознакомиться с моделями. Кстати, обратите внимание, что акционная цена действительно с учётом применения промокодов и купонов магазина. А поскольку количество купонов ограничено, понравившийся товар лучше сразу добавлять в корзину. Так при старте распродажи вы не будете тратить время на поиск нужного товара, ведь его обычно разбирают в первые часы. В этом сегменте я выделил для себя 4 модели. iLife V50, Hi-RQT51S Pro, Xiaomi MiGi G1 и EDK600. Для того, чтобы рассмотреть их особенности и сравнить характеристики, я подготовил сводную таблицу. Остановите видео, чтобы лучше их рассмотреть. Начну с iLife V50. Это хорошая бюджетная модель с отличным для её цены оснащением. Робот хоть и не строит карту, способен вполне логично передвигаться по помещению. А на днище можно закрепить салфетку, чтобы лучше справляться с загрязнениями и отполировать пол. Кстати, iLife V55 Pro в целом схожа с этой моделью, но уже выполняет сухую и влажную уборку, обладает длительным временем автономной работы и может работать на повышенной мощности до 1000 паскалей. Hi-RQT51S Pro мне понравился из-за совмещения двух видов уборок. Большого пылесборника и ёмкости для воды. Возможности регулировать мощность всасывания. Производитель уделил внимание и конструкции основной щётки. Она оборудована щетинками, которые хорошо собирают любой вид мусора. А их V-образное расположение на валике препятствует наматыванию волос и шерсти. Но и стоит упомянуть о логичном построении маршрута благодаря составлению карты. У Xiaomi Mi G1 предусмотрена трёхступенчатая фильтрация. У него хорошая навигационная система и точное построение маршрута в режиме реального времени. Предоставляет возможность удобного управления и контроля с помощью приложения. E-DK600 мне понравился тем, что это самый низкий пылесос, способный проходить под любой мебелью. И к тому же он работает тише других роботов. У него тоже тройная система фильтрации, а щётка выполнена из нейлона и резины. При прохождении по коврам она мягко выбивает пыль для лучшего качества очистки. Теперь перейдём к моделям из среднего сегмента. Я выбрал 6 моделей, на которые действительно хорошие скидки на Алиэкспресс. Цена со скидкой стартует от 13 до 17 тысяч рублей. Ну а чтобы лучше рассмотреть выгоды от предложений, нажмите паузу. Для себя я выделил 3 модели. Eber X6, iLife V8S, 360S7 Pro. Чтобы лучше сравнить их ключевые особенности и характеристики, я внёс их параметры в таблицу. Нажмите паузу, чтобы лучше их рассмотреть. Eber X6 мне понравился из-за усовершенствованных технологий для проведения влажной уборки. Робот оснащён большим резервуаром, которого хватает на площадь порядка 300 квадратных метров. При этом в резервуаре для воды есть и отсек для мусора, поэтому он может одновременно подметать и мыть. Подача воды регулируется электронным способом с возможностью изменения уровня в трёх положениях. А саму влажную уборку можно производить на одном заряде в течение 200 минут. Робот отлично ориентируется в пространстве, точно понимает своё местоположение благодаря системе обнаружения на базе камеры. Ему можно запретить преодолевать пороги, чтобы ограничить его передвижение по комнатам, установить виртуальную стену и так далее. iLife V8S оборудован большим пылесборником. Для выполнения влажной уборки оборудован смарт-чипом для контроля подачи воды. Для передвижения использует точную навигационную систему, которая сканирует чистые участки и автоматически делит помещения на зоны. 360 S7 Pro в сравнении с более ранними моделями производителя лучше справляется с застреваниями. Обладает усовершенствованной системой планирования маршрута, возможностью сохранения до 10 карт, точной навигацией и позиционированием. Плюс он увеличивает мощность всасывания при заходе на ковровое покрытие. Есть возможность настройки индивидуальных параметров для уборки каждой комнаты. Например, можно установить мощность, участки, не требующие влажной уборки, график уборки. Ну а теперь перейдём к моделям премиального сегмента. В этой категории я подобрал 7 моделей. Цена со скидкой стартует от 21,5 до 35 тысяч рублей. Остановите видео, чтобы рассмотреть все предложения и цены. В этой категории я выделил для себя 3 модели Eber X8, Roborock S7 и Roadme EV+. Я сравнил их характеристики и определил ключевые особенности. Для удобства я внёс все данные в сводную таблицу. Чтобы лучше рассмотреть их, нажмите паузу. Eber X8 меня привлёк продвинутым алгоритмом работы во время проведения влажной уборки. На этом режиме он передвигается Y-образно, то есть имитирует промывку пола вручную, за счёт чего несколько раз проходит по одному месту для лучшей очистки. Ещё он проводит обработку F-лампой для обеззараживания поверхностей. Это весьма актуально при наличии в доме животных. Ну и плюс ко всему очень тихая работа. Roborock S7 мне понравился новой технологией для удаления грязи, основанной на так называемых звуковых вибрациях. Модуль с салфеткой прикасается к полу до 3000 раз в минуту, создавая частоту 50 Гц, благодаря чему эффективно удаляются даже въевшиеся пятна. Модуль с салфеткой у этой модели подвижный, он автоматически поднимается для уборки ковровых покрытий при проведении одновременной сухой и влажной уборки помещения. Причём ковры пылесос распознают автоматически. Турбощётка полностью выполнена из резины, что предотвращает запутывание волос и шерсти. ROIDME EVPLUS мне понравился наличием базы самоочистки. Робот при заезде на базу автоматически опорожняет контейнер. За счёт оснащения дезодорирующим ионом отсутствует неприятный запах и блокируется развитие плесени. Мешок объёмом 3 литра, поэтому извлекать его можно раз в месяц. А на сенсорном экране будет напоминание о необходимости его опорожнения. Стоит выделить и длительное время работы на одном заряде. Один из лучших показателей на сегодня. Ну вот и всё, мой обзор завершён. Ставьте лайк и напишите в комментариях, интересны ли вам такие обзоры по акционным позициям на Алиэкспресс. Напоминаю, что посмотреть стоимость всех моделей можно по ссылкам, оставленным в описании. Подписывайтесь на канал, надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!